Самая большая школа города, школа номер 10, отпраздновала свой первый юбилей. В этот же день произошло еще одно радостное событие. В образовательном учреждении открылся историко-краеведческий музей. Подробности в репортаже. Увидеть взятие Берлина и битву под Сталинградом, узнать историю своего микрорайона и школы. Ребята теперь смогут в новом музее Архивариус, который открылся прямо у них в школе. Примечательно, что многие экспонаты, включая наглядные иллюстрации мест боевых действий и даже проект по решению дорожных проблем микрорайона, подготовили сами учащиеся. Первая экскурсия прошла у нас сегодня по школьному музею. Почти все диорамы и все плакаты собирали учащиеся старших классов. Музей это как шаг к тому, чтобы начать младшим классам учить историю. Вы должны знать историю своей страны, историю своей родины и также историю школы. Музейная экспозиция разделена на три блока. В первом вы узнаете все об истории микрорайона Катюшки. Во втором сможете прочесть страницы истории школы. А в третьем, самом большом блоке, можно узнать все о Великой Отечественной войне. Ее ключевые события наглядно отражены на музейных макетах. Кстати, совсем скоро этот блок будет дополнен новым экспонатом. Мы изучали Лобнинский рубеж, дети сами искали материал. Нами создается сейчас большая такая экспозиция именно по Лобнинскому рубежу. Большинство экспонатов сделаны руками детей. Некоторые были подарены одной из московских школ и музеем истории танка Т-34. Макет легендарного танка, сделанный воспитанником школы искусств, новому музею вручили почетные гости. Для них в день его открытия здесь провели экскурсию. Стоит отметить, что в будущем посещать музей смогут учащиеся всех городских школ. Работа музея будет неограничена. Мы хотим музей использовать в классной урочной системе. В этом помещении будут проводить уроки истории, общество знаний, краеведение, экология, ну и другие направления, в том числе внеурочной деятельности. То есть музей будет наглядной картинкой для реализации образовательных стандартов. Очень здорово, что музей мы открываем именно на пятилетний юбилей школы. История десятой школы началась в 2014 году. Тогда она была построена в рамках губернаторской программы строительства новых школ и стала самой большой школой в городе. Образовательное учреждение занимает площадь 30 гектаров. Помимо внушительного размера все учащиеся отмечают современное оборудование и, конечно, профессионализм своих учителей. Школа большая, просторная. Тут все удобно. Дружелюбные учителя в первую очередь. И также мне попался очень хороший класс. Тут все оборудовано для обучения. Учителя не обижают и стараются научить нас чему-то новому. В нашей школе исполняется 5 лет юбилей. В школе пожелаю, так сказать, долго простоять на этой земле. Чтобы она росла больше, становилось больше учеников. Чтобы ученики всегда слушали учителей. Процветание, чтобы они узнали больше. Чтобы ученики гордились, что они тут учатся. В честь пятилетнего юбилея в актовом зале состоялся праздничный концерт с участием школьников, их родителей и учителей. С важным днем в истории школы их поздравили глава города, депутаты, начальник управления образования. Сотрудникам образовательного учреждения вручили почетные грамоты. А директор школы была удостоена звания почетный работник образования города Лобня. Это для меня очень почетная награда. Все, что мы делаем в повседневной жизни, мы это делаем искренне. Для наших детей, для нашего коллектива, для нашего города и нашего любимого Подмосковья. У школы очень много достижений. Пять лет – это начало. Это только набор высоты нашего лайнера. Пассажирами лайнера 10-й школы в данный момент являются 2267 учеников. За пять лет образовательное учреждение открыло двери во взрослую жизнь более чем 500 выпускникам. 17 из них окончили школу с отличием. На базе школы реализуются пять программ дополнительного образования. В их числе любимый многими кружок авиамоделирования. Школа номер 10 является академической пилотной и региональной инновационной площадкой. Призером многих городских конкурсов и социально-культурным центром города. А также одной из самых больших школ Московской области. Дина Архипова, Алексей Орлов, Михаил Жуков, Денис Рокин. Телекомпания Лобня.